Всем спасибо, что пришли послушать. Начнем мы с того, с чего обычно начинают разработку. К чему это приводит и помогает ли нам трехуровневая архитектура в том, чтобы это исправить. Зачем нам CQRS и что это такое? Как мы можем использовать медиатор? И как в этой связке у нас получится хорошая архитектура и структура приложения. С чего вы обычно начинаете разработку? Ну, можно, да. Часто многие совершают такую ошибку и начинают с базы. И может получиться нечто такое, когда у вас там entity-моделька из кучи табличек, в которых невозможно разобраться и которые все напиханы в одну диаграмму. Вот, чтобы все было понятно. Дальше у меня был такой вот кейс интересный. Значит, собственно, была некоторая структура иерархическая, которая использовалась только целиком. Ну и по классике решили это все нормализовать. Сделали там такую вот структуру, в которой было еще там многие ко многим через дополнительную таблицу, которую никто не использовал. И в итоге понадобился специальный метод, который называется flat. нет, чтобы JSON не зависал и не циклился, JSON.NET, пришлось эту структуру типа сворачивать в объект. Вот, и это только ради того, чтобы красивенько это положить в базу. Вот, в принципе, если мы занимаемся формочками, клепаем крут, то, в принципе, даже с базы начать окей. Вот, но если мы делаем какое-то нормальное приложение, то вряд ли это нормально. Вот, и тут мы можем пойти к нашей любимой трех уровней в архитектуре и подумать, как она нам может решить проблему. Вот, но если мы просто подойдем с тем же подходом, то у нас получатся вот такие интересные сервисы, которые не несут в себе никакой ценности. Обычный крут, только перенесенный в сервис. Вот, и дополнительный уровень, который не решает никаких проблем. Соответственно, что у нас получается? Что у нас получаются какие-то сервисы, не несущие прослойка, которая ничем нам не помогает. И так как мы проектировали из базы, мы не подумали о пользователе, получились какие-то непонятные формы, которые что-то непонятное делают. Нам это становится сложновато поддерживать, и мы можем прийти к тому, что у нас есть некоторая модель, которая тоже никакой пользы не несет. У нас просто есть свойства, которые заполняются и изменяются. И как это может выглядеть? Сейчас я вам покажу на демке. Пробуем сделать как-то так. Значит, это пример из курса на Pluralsite. Курс называется Secure in Practice. Он разбит на две части. То есть первая – это моделька, которая получилась изначально, когда применялся тот подход, о котором я до этого рассказывал. А потом будет демка, как это было исправлено и улучшено. Значит, здесь я сейчас запущу это приложение. А, сейчас попробую его сдвинуть. Я запущу, покажу, а потом покажу в код. Значит, это приложенька, которая записывает студентов на курсы. И здесь, как видите, есть три кнопочки, которые повторяют наш крут и не несут в себе смысла той предметной области, в которой это приложение предназначено. То есть у нас есть Create Student. Мы можем ввести данные и записать его на какой-то курс, на один и на второй. И поставить потом ему оценочку, после того, как он записался. Вот, и, соответственно, у нас, то есть, стандартный Create, Update и Delete. Так, сейчас попробуем Solution Explorer вытянуть. То есть, у нас есть контроллеры, да, контроллер, в котором есть unit of work. И мы, собственно, берем, работаем с репозиторием прямо в контроллере. Прямо в контроллере тут что-то заполняем, переделываем. И получается, как бы, ну, типа стандартная схема, с чего все начинают. И что потом приводит к проблемам для того, что логика здесь, и это все становится неудобно поддерживать. Вот, пойдем дальше. Что мы можем, что у нас обычно в логике есть? Это у нас некоторые службы репозиторий и объекты, которые преобразовывают мы для того, чтобы отдавать на клиент или возвращать с клиента, DTO-шки наши. И что мы можем с этим сделать лучше, чтобы это было удобнее и практичнее для пользователя, это проектировать от предметной области и делать отдельные DTO на чтение и на запись. Так как у нас обычно операции, ну, в них не те же данные ходят на чтение и на запись. Согласны? Вот. Ну, и что мы можем с этим сделать? А если мы вообще разделим вот эти операции чтения и записи полностью, отделим друг от друга? Этим задались такие люди, как Бертран Мейер, который создал Eiffel, и Грэг Янг, если слышали. Классные конференции устраивает человек. Вот. Значит, есть два подхода. CQS и CQRS. Идея CQS, который придумал Бертран Мейер, что у нас есть метод, который только выполняет какие-то действия, не возвращает данные. Это у нас метод команда. И метод запроса – это метод, который вычитывает данные, но ничего не меняет. Этот подход он применял в своем языке, но он оказался недостаточно практичным. Так как иногда метод, который даже записывает данные, должен что-то вернуть. Какой-нибудь результат, что он вообще сделал. Соответственно, Грэг Янг в 2010 году сформулировал другой подход, который он назвал CQRS. Command, Query, Responsibility, Segregation. То есть у нас есть модели, которые описывают запрос и команду. Из чего это состоит? То есть у нас есть запросы, у нас есть команды, есть события и еще сага. Про сагу чуть позже. Значит, команда и события, собственно. Команда, она у нас представляет то, что должно быть выполнено, а события, на него можно реагировать, можно не реагировать. То есть команда выполняется всегда, а реакция на события может произойти, происходить, может не происходить. То есть у нас есть обработчик, который произведет эти действия, а там обработчик, который реагирует, собственно, на него. И команда и DTO, если сравнивать, то команда у нас представляет, собственно, вызов, который мы записали в одном месте, а в другом читали и выполнили по нему действия. И DTO у нас просто преобразовывает, переносит данные и позволяет нам перенести часть данных на клиент или с клиента. Такс, и давайте посмотрим, как это может выглядеть. Вот, значит, у нас есть некоторый API, да, контроллер, который был. Контроллер теперь у нас выполняет команды, то есть создает и выполняет команды. У нас есть некоторая команда, мы ее заполняем данными и отправляем на диспатч. И там выполняется эта команда, получается результат. То же самое происходит с запросами. Мы создаем запрос, описываем этот запрос и получаем результат. При этом у нас есть слой логики, вот он, в котором мы описываем команды и запросы. Сейчас давайте откроем, ну, допустим, enroll. Вот, команда описывает, какого студента на какой курс и какую оценку поставить. Мы создаем ее только для чтения, ее никто менять не должен. У нее есть обработчик для этой команды, в которой мы получаем наш объект, который работает с хранилищем, и в методе handle выполняем, собственно, всю логику по тому, чтобы выполнить эту команду. Да. Сейчас дальше будет. Давайте запустим, посмотрим, как это может выглядеть в интерфейсе. У нас теперь есть вместо тех кнопочек, которые у нас делали create, update, delete, у нас есть, теперь они называются по задачам предметной области. То есть студентов мы сначала регистрируем, вот, потом мы можем редактировать их информацию о них, мы можем убрать регистрацию и мы можем этих студентов отписать от курса и переместить с одного курса на другой. Что больше соответствует предметной области, чем то, что обновить запись студента. То есть обновить запись студента, в котором все варианты перечислены. То есть тут каждая команда отображает действия, которые привязаны к этой предметной области. И, соответственно, вот эти же действия повторяются у нас в нашей логике в виде команды. Вот эти команды, которые мы выполняем. Есть такой вопрос еще, может ли команда отправлять команду? Как вы думаете? Нет. Команда, она должна выполнить действия и все. Если мы хотим несколько команд, нам нужна сага. Сага – это некоторый рабочий процесс, то есть набор команд, которые выполняются по какому-то заданному алгоритму, в котором могут быть циклы, ветвления и так далее. То есть именно рабочий процесс, который должен быть выполнен. Да, команды могут создавать события. И если мы хотим разделить записи чтения, то у нас есть вот такие варианты реализации для чтения. То есть, допустим, у нас есть… Для записи мы используем entity framework, а для чтения используем, например, dapper или чистые запросы. Или же мы можем, например, использовать… Написать для базы view, в которой будут индексированы, которые будут делать быстрое чтение, с которых мы можем сделать. Либо же сделать, например, full-text search индекс, по которому мы будем искать. То есть получается, что мы таким образом разделим эти два процесса, потому что для чтения нам обычно не нужны те модели предметной области, и нам не нужна вообще объектная модель обычно. То есть нам нужен какой-то результат, который мы получили и отдали на клиент. Если мы будем пытаться это делать с помощью тех же объектов, которые у нас есть в модели, нам придется еще преобразовывать данные для клиента, потому что мы обычно не все отдаем. У нас там может быть какая-то, например, дата изменения записи или еще какая-то информация, которая не нужна клиенту для работы, которую мы просто технически храним. Соответственно, нам гораздо практичнее на чтении сделать специальную выборку, которая выберет нам только те данные, которые мы отдадим клиенту, чтобы не делать дополнительных преобразований, не получать лишние данные. Следующая задача и подход – это у нас медиатор. В общем, был у меня такой проект. Вот это был сервис. Вот это юзинге в этом сервисе. Вот это в нем столько методов. Их было 23. Там было 23 метода. И этот, собственно, сервис занимал 1333 строки. И импортировал 16 других. Точнее, не сервис, это был контроллер. Контроллер, который занимал 1333 строки и импортировал 16 сервисов. Кто-то сталкивался с чем-то подобным. Вот, и ты типа заходишь и начинаешь думать, а зачем все эти сервисы там надо? И какой тебе сейчас нужен, чтобы выполнить ту задачу, которую ты хочешь выполнить? То есть получается в чем? У нас есть контроллер, в котором есть методы, и они используют некоторые службы. И если мы наимпортируем все службы, которые нам нужны для каждого метода, у нас получается такая некоторая сетка между этими службами и методами, в которой достаточно сложно разобраться. Вот. А зачем нам вообще контроллер, собственно? Ну, по идее, контроллер, он должен работать с HTTP, да? То есть нам HTTP данные приходят, во что-то трансформируется, и мы их обрабатываем и должны отдать обратно HTTP ответ. То есть, если мы хотим реально вынести логику в место для логики, то в контроллере должна быть только работа с получением HTTP и отдачей HTTP. И отправка этого запроса туда, куда не выполняется логика. Таким образом, мы можем взять некоторый медиатор, через который мы будем отправлять эти команды и запросы. Таким образом, уменьшить вот эту вот сетку зависимости в нашем контроллере. Ну и для этого написали, собственно, библиотечку медиатор. Она состоит всего-то из нескольких публичных интерфейсов, которые содержат по буквально одному методу. То есть у нас есть iMediator, в который можно отправить команду запрос или оповещение. И у нас есть запрос, обработчик запроса, оповещение и обработчик оповещения. Ну и давайте посмотрим, как это, собственно, выглядит. Итак, значит, у нас есть... Где у меня тут был контроллер? Нет, у меня контроллер неинтересный. У меня был кастома контроллер. Вот, у меня есть контроллер, в котором, смотрите, нет конструктора и вообще ничего не импортируется. Вроде как. Но он остается от Base контроллера. Если мы пойдем в Base контроллер, то мы увидим, что у нас здесь есть медиатор. Вот, то есть мы этот медиатор получаем из HTTP контекста. И таким образом нам здесь не нужен конструктор, чтобы что-то импортировать. И, соответственно, тогда в наследниках нам тоже не нужен конструктор. Вернемся назад. То есть у нас есть медиатор, вот это свойство. У него есть метод send, который отправляет либо запрос, либо команду. Мы формируем этот запрос или команду и отправляем в медиатор. И возвращаем результат. То есть, в принципе, если у нас примитивные методы, то они записываются буквально там в одну строчку. Если у нас что-то посерьезней, я вам покажу в другом проекте вариант. Вот. И, соответственно, получается, наш контроллер чисто работает с HTTP. Получает с HTTP данные и отправляет туда. Дальше, как это работает, мы… Да, сейчас покажу. Значит, вот у нас есть проект Application, в котором есть по сущностям разбитые команды и запросы. Вот, например, Customer. У него есть команда Create Customer. У нас есть команда. Команда наследуется от iRequest. И query тоже не наследуется, а реализует iRequest. Это просто маркерный интерфейс для того, чтобы медиатор о нем узнал. То есть вот мы заполняем сюда данные. И у нас есть обработчик, к которому приходит вот эта команда. В этот обработчик мы импортируем все, что нам нужно. И в методе handle мы уже можем взять и выполнить те вещи, которые нам нужны. Тут человек нарушает принцип. А, не нарушает, он тут оповещение присылает. Он сюда медиатор импортирует. И здесь же публикует оповещение о том, что Customer Created. Customer Created – это у нас Notification. Вот он. Ну да, оповещение события. Которое кто-то может дальше перехватить, если ему это нужно. И тут еще сделан специальный юнит, типа ничего не возвращает, чтобы не плодить вот этих интерфейсов много, как его, iRequestHandler. Человек добавил в библиотечку юнит, который мы возвращаем, если мы не хотим ничего возвращать. То же самое у нас там есть DeleteUpdate. Плюс здесь еще есть FluentValidation подключен. То есть есть класс валидатор. Вот он, который… в котором описаны правила. И во время, когда нам заходит вот эта штука, у нас происходит валидация. Как это работает? Давайте посмотрим. То есть вот у нас есть стартап. В стартапе в наш медиатор регистрируется… у него можно регистрировать pipeline, то есть конвейер обработки. У нас есть, получается, тут requestPerformanceBehaviour у него и requestValidationBehaviour. Если мы в него зайдем, то он у нас выполняется до того, как выполнится реальный команда или query. Как я это знаю, то есть есть вот next. Если бы мы сначала выполнили next, а потом логику, то он бы выполнился после. А мы сначала выполняем логику, потом next, next. В next выполняется либо следующий, либо, собственно, команда или запрос. То есть то же самое, как в Aspnete. Идет у нас middleware по очереди обрабатывается. То же самое здесь. Что он делает? То есть создает validation контекст, и все валидаторы, которые зарегистрированы на этот объект, который сюда приходит, прогоняются по этому объекту. Если у нас есть ошибки, то выбрасывается validation exception, который дальше перехватывается. Если мы вернемся в стартап, то здесь зарегистрированы, вот он, регистрируются все валидаторы из библиотеки, где лежит один из валидаторов. И здесь, так, тут может быть фильтр зареган. Да, вот, регистрируется в фильтр. Где фильтр есть? Вот фильтр. Вот, custom exception filter attribute. То есть мы регистрируем фильтр, который перехватывает вот эти вот исключения, которые у нас выскакивают, и выставляет соответствующий статус-код. Вот. Если мы посмотрим, где там у меня инфраструкция, инфраструкция, по-моему. Да, вернет бедреквест и опишет, что неправильно. Ага. Да, да. Так, вот они, экземпшены типа описаны, и мы их из команд или запроса можем, собственно, выбрасывать. Если мы посмотрим, давайте какой-нибудь запрос глянем. Get customer detail. Вот, у нас есть моделька. Здесь описана моделька, которую мы возвращаем. И здесь еще описано через expression проекция из entity framework в эту модельку. Кто понял, что происходит? Почему expression? Это не скомпилированный метод. Ну, entity framework, он у нас берет не скомпилированный метод в виде дерева и преобразует это дерево в SQL. Вот, соответственно, мы здесь объявили вот эту проекцию, которая попадет в базу прямо в виде SQL-запроса. То есть дальше вот здесь вот в query. Так, это у нас сам запрос, да, а это у нас обработчик. Вот у нас обработчик, и мы ему... Так, это один, а нам надо... ...проекцию. Так, find the sync, это он находит ID-шник. Это у нас просто entity он получает. Ладно, давайте глянем вот так. Так, да, да. Ну, тут он его... То есть create его компилирует, но можно его посылать прямо на базу вот в таком вот виде. Я вам покажу пример дальше. Так, и, собственно... Давайте пройдемся дальше. Нет, он здесь вообще его на базу не отправляет. То есть он просто в этом примере не отправляет его на базу. Кто знаком с JSON-патч? По REST-у есть у нас метод патч, который применяет частичные изменения. Есть специальный стандарт JSON-патч. Он описывает JSON-документ, который применяет команды к объекту и меняет в нем некоторые значения. Вот, в ASP.NET Core уже есть встроенная поддержка этого, и мы можем получить JSON-патч-документ, применить его к методу. Что я тут делаю? То есть я беру, объявляю вот внутренний метод, в котором у меня есть обработка этого патча. То есть, смотрите, я беру, создаю update partial command, отдаю туда ID-шник и мой метод, который патчит эту, собственно, мою модель. Дальше я отправляю его в медиатор. В медиаторе будет вызван вот этот мой метод, который возьмет из модели article, создаст мне DTO-шку, мою viewmodel. Viewmodel я пропатчу, и если у меня все окей, то я обратно сохраню в модельку изменения. Почему? Потому что, если бы я патчил реальную модельку, я могу там напатчить не то, что надо. А так я преобразовал, забрал только те данные, от которых знает клиент, он их пропатчил, и после этого я обратно записал только те изменения в мою реальную модельку. Дальше я получаю, собственно, результат, делегат, и там отправляется еще одна команда, и, в общем, этот процесс завершается с тем, что возвращается эта viewmodel, которая пропатчена. А вот как выглядит хендлер. То есть у меня есть команда, в которую я записал делегат. Делегат, который принимает объект и возвращает true. Получилось пропатчить или не получилось. Вот, соответственно, я достаю здесь вот, вот, findSingleSync, достаю мой article. Дальше, если article не null, выполняю над ним патч, который делаете преобразование, и обновляю article. Вот. Вот. Итого, что у нас получается? То есть получается у нас более простой контроллер, в котором у нас все понятно, что происходит. То есть пришли данные, выполнили нужную команду или запрос, отдали данные клиенту. Все остальное у нас в своей бизнес-логике. Дальше у нас есть команда и запрос. Я вам покажу дальше, как я переделал вот этот проект. То есть мне не очень нравился подход автора, поэтому я сейчас покажу вам, что я поменял и почему это удобнее. Дальше я сделал команды и запросы в разных проектах для того, чтобы они вообще не пересекались. Соответственно, команда у нас оперирует ORM-моделью, вот, а запрос может варьироваться в зависимости от того, как нам удобнее будет. и здесь у нас становится понятная иерархия, что у нас есть контроллер, который отправляет команду, дальше у нас есть обработчик, который в себя подключает, если нужно, службы и выполняет уже непосредственно логику. Ну и все это гораздо проще тестировать, потому что вот эти команды можем и запросы, мы можем отдельно протестить. И если мы захотим это разбить на микрослужбы, мы можем взять вот эти вот команды с обработчиками, поперетягивать в другие проекты, и они у нас будут отдельно себе жить прекрасно в разных проектах, в разных микрослужбах вообще. Так, сейчас покажу. Вот, то есть, как вы помните, у него была большая вложенность. И мне, чтобы попасть, то есть, когда я был в контроллере, если я, например, выбираю команду, нажимая F12, я провалюсь в команду. А мне обычно надо что-то делать с обработчиком или с логикой, которая работает с этой командой. И мне не сильно прикольно навигироваться в другой файл, в котором лежит обработчик. Поэтому я в моей версии, то, что я делал своим клиентам, я разбил это на два проекта вообще. Вот у меня есть команды, вот у меня есть запросы, которые отделены друг от друга. То есть, они работают пока с тем же entity framework, но если мы захотим от этого уйти, то мы спокойно можем наши запросы перевести на что-то другое. Посмотрим, что получается. То есть, вот у меня есть команда, и у меня сразу все лежит прямо здесь, в первом же уровне вложенности. В чем удобство? То есть, если я возьму мой, где он там, допустим, контроллер, customer controller, вот у меня есть какая-нибудь команда, где там, допустим, get customer detail query или query. Если я захожу внутрь, я попадаю на команду, и тут же у меня сразу есть и валидатор, и сразу же у меня здесь обработчик. Я сразу могу менять то, что мне надо, и не искать там, где оно там валяется, в каких других местах. И, кроме того, удобно, собственно, разбивать на команды и запросы, чтобы точно ограничить их друг от друга, чтобы мы точно не взяли там какую-то DTO-шку или что-нибудь еще, и не заиспользовали ее в команде или в запросе, которая для этого не предназначена. Так, и еще один пример. Вот реальный проект, про который я вначале показывал эту большую схему, да, entity-модели. То есть тут у нас Fluent валидация у меня не была подключена еще вот через pipeline, поэтому здесь вариант с тем, как это может быть сделано без этого. То есть если сначала мы делаем валидацию, если у нас валидация не прошла, у нас идет Bad Request. Дальше мы берем макпер и создаем из моей модели, которая сюда пришла, создаем непосредственно команду. Create. Дальше я эту команду отправляю в медиатор, получаю результат и отправляю 201 по стандарту с ID-шником, с созданным. То есть мне команда выполняет, имеет побочный эффект, запрос не имеет. То есть запрос ничего не может менять. И если я зайду в мою команду, то вот моя команда. Команда создается из конструктора, чтобы нельзя было ничего поменять по пути. Я считаю, что эти штуки, команды и запросы должны быть только для чтения. Чтобы вдруг там кто-то захочет, по пути ничего не мог поменять. И вдруг у нас не возникло какого-то побочного эффекта. Дальше у меня есть результат. То есть мне больше нравится не эксепшены выбрасывать из хендлера, а сделать некоторый класс результата, который потом в контроллере можно будет обработать. То есть получается чуть больше логики, чем если выбрасывать исключение, а потом перехватывать через фильтр. Но мне кажется, это более практичным и явно видно, что происходит. И соответственно, в результате я возвращаю то, что мне надо отдать на клиент. То есть из того, что у меня поменялось, это у меня, если я создал, у меня появился ID-шник и у меня появилось время, когда он был создан. Вот я клиента об этом и оповещаю. И дальше идет мой хендлер. А хендлер я наследую от DB-контентс-хендлера, чтобы не писать конструктор. Конструктор у меня получается вот такой вот плоский, а основной конструктор и свойства записаны у меня вот здесь. Давайте вот так, давайте вот так. То есть вот у меня есть DB-контекст-хендлер, который импортирует стандартный набор. То есть что мне надо? DB-контекст, собственно, и маппер, чтобы отобразить. Сохраняю себе и абстрактный метод, который я реализирую. который я здесь, собственно, реализую. То есть приходит у меня некий запрос, я его преобразовываю сразу в модельку базы данных, дальше добавляю в мою табличку и еще проставляю здесь свойства теневое. Знакомы с таким? Ну, в Entity Framework Core есть теневые свойства. То есть если вы не хотите какое-то свойство объявлять как как настоящее, но хотите его где-то проставить, вы его можете проставить с помощью получения по имени. То есть в базе оно у вас есть, такой столбец, но вы не объявляли под него в модели свойства, чтобы никто там ничего не начудил. А проставляете его только в нужный момент, когда вам надо вот, например, Owner ID, это только тот Owner, который может потом эту сущность менять. Поэтому я здесь его проставил, а дальше он у меня в Entity Framework возвращается только для этого клиента. И сохраняю и возвращаю результат, который у меня получается здесь. Либо, давайте еще вариант посмотрим, Update. Да, вот. Update. Так, Update у меня похожий. Вот, файл. Вот у меня есть request, да. Из request я достаю ID, нахожу себе, нахожу binder. В binder мне надо добавить файл. Файл добавляется в некоторую секцию. Я дальше нахожу секцию, дальше нахожу там файлы. Если все хорошо, создаю файлик и так, файл section, добавляю, обновляю, сохраняю. Если все хорошо, у меня возвращается в upload file result. то есть, вот этот request это обычная моделька, из которой я забираю только несколько полей, которые мне нужно отдать клиенту. И у меня есть маппинги в automapper конфигурация, в которой я беру и описываю преобразования. То есть, я их тут не прописывал вручную, только, точнее, вот где надо было только отдельные поля, я прописал создание вручную. То есть, я достаю из модели только ID-шку и апдейт. Все остальное мне здесь не надо. Я их здесь зарегал, и у меня через automapper везде это переотображается. Вот. И здесь тоже, правда, сделано через эксепшены и через перехваты к фильтрам. То есть, допустим, там я на вторая exception так, не мой exception. found вот. Вот. Если не нашелся байндер, вбрасывается на found exception, который там перехватывается фильтром. Так, а, и давайте посмотрим в entity framework. В entity framework используется query фильтр, query фильтры, которые позволяют возвращать сущности только с определенной фильтрацией, например, только для той компании, которая используется на данный момент. Если у нас, например, какое-то multi-tenant приложение, я могу защитить мой контекст, чтобы в него не пришли данные из другого тенента с помощью такого запроса. А company ID достается из HTTP запроса текущего. в принципе, это все, что я вам хотел рассказать. доставка. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...